Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лёдных феноспорта! Мы снова с вами и мы снова в небе! Потому что, простите за долгое молчание на канале, в понедельник у нас чпунь! Встал двигатель на 60 метрах на взлёте, и пришлось заходить на вынужденную посадку. Ролик об этом обязательно будет на канале месяца через полтора-два. Ряд причин есть на это. Он будет доступен сейчас для... Будет закрытая публикация. Но... Там... Всё будет! Я как обещаю! Сегодня я в полном счастье, потому что мы взлетели с новым мотором, и сегодня пятница, случилось всё в понедельник, я поехал, разобрал планер сразу в Германию, фирма Schleicher всего за три дня смогла отремонтировать планер, за что им огромное-огромное спасибо! Друзья, вы сделали чудо, и мы снова можем летать! На этой оптимистичной ноте я решил... Мы сегодня взлетели и нечаянно попали в волну, то есть мы не рассчитывали, что мы вообще будем летать как-то долго, просто хотели сделать кружочек, но в районе горы Апотер стояли облака. Сейчас вам покажу, где мы эту волну взяли. Вот. Сейчас крылышко показывает на роторное облако. Мы к нему полетели, под ним немножко поковырялись, и вытащило нас выше облаков, и мы попали в волновые течения, и сейчас получаем просто удовольствие. Дико классное настроение. Я решил записать ролик в таком старом стиле, безмонтажный, вот прям как все льется, так пусть оно и будет. Пик-де-бюр под нами, собственно, с него сейчас падает воздух с огромной скоростью, и дает нам волну. Ну, максимум мы, что сегодня брали, это было 6,8 метров в секунду, ну, почти 7. Представляете, у лифта там 0,7, это в 10 раз быстрее лифта. Нас поднимает пушка планера, весит, извините, 850 килограммов вместе с нами, и все это тащит воздухом. То есть это настолько, насколько много есть энергии у природы, насколько это все вообще круто. Кайп, я в восторге, я переживал, ну, там, типа месяц, но я знаю, что очередь на заводе, что много сейчас таких коронавирусов, многие болеют, многие там в отпуск, ну, по состоянию здоровья в отпуске и так далее. Я представлял, сейчас я привезу борт, оставлю его, его сделаю там через месяц-два, думаю, ну и все. Я без полета в с ума зайду. Но чудо случилось! Огромное спасибо работникам, пройдем вот, ну, ух! А между тем, ну, кстати, посмотрите, вот сейчас шикарный вид, сейчас стабилизирую камеру, посмотрите, как с пик дебюра падают облака вниз. О, кстати, мы как в какой-то мощнейший восходящий поток попали, стрелка легла опять вверх, вот, нечаянно взял какой-то хороший кусочек волны. Ну, посмотрите, сейчас, если вы присмотритесь, о! Бросил у нас волны, вы присмотритесь, как облака падают вниз, а дальше это все отражается вверху, то есть вот волна, это, честно говоря, когда первый раз берешь, пробуешь, это реальная сначала магия, кажется, то есть что-то такое невиданное, небывалое. Больше, чем на 3800 метров волна не бьет. Вот, смотрите, наша высота текущая. Почему это происходит? Потому что сверху ветер, скорее всего, ослабевает, он и часто не сильный. То есть мы сейчас работаем с ветром 27 километров в час, 277 градусов ветер. То есть ветер откровенно слабый, но между тем он такую волну создает, которая бьет до почти 4 километров. И, кстати, из интересного, что сейчас происходит на борту, вы посмотрите форму моей одежды. Это шорты. Я взлетел в шортах совершенно неразумно, потому что думал сделать, ну, буквально с Сашей хотели кружочек сделать, то есть проверить, как мотор работает, там минут 15-20 полетать, и хватит. Получилось так. И вы часто спрашиваете, Игорь, а почему, как вы можете вот вообще в шортах летать? Ну, или, допустим, вот я летаю короткие рукава, но единственная пуховая жилетка у меня, я как люблю летать, когда корпусу тепло, а руки должны быть максимально свободны, и так же и ноги, потому что солнце светит. Вот, смотрите, вот над нами колпак фонаря, через него идет солнечный свет, и это достаточно много энергии, чтобы вы понимали, один квадратный метр дает, по-моему, 1 киловатт 200 ватт. Это, извините, почти чайник. А площадь у нас вот этого остекления как раз вот проходит энергии достаточно много, и вся эта энергия на нас остается, греет нас, и вентиляция, проходящая через фонарь, незначительно, то есть там какой-то воздухообмен, естественно, есть, но не очень большой, и поэтому нам тепло, то есть, видите, посмотрите, я же не... Вот, руки не покрылись этими гусиной кожей. Хорошо, классно, тепло, на солнышке греемся. Солнышко, когда сядет, будет кирдык мне. Но, я надеюсь, Саша сам на данном ночь залится, и мы с моим другом пойдем на посадку. Ну, как-то солнышко пойдет вниз. А пока мы просто балдеем. Катаемся в небе и радуемся. О, кстати, Саша, посмотри, Монблан есть на горизонте, виден. Вон, друзья, вон там, далеко-далеко. Я не смогу вытянуть, потому что я даже видео это обрабатывать не буду, залью и все. Ну, хорошо, может быть, я сейчас вот этот кадр зафиксирую. За нож у нас безмонтажный должно быть. Как все в жизни. Попробуем вытянуть картинку и показать, где же этот Монблан. Потому что все горы для вас одинаковые. Я-то Монблан этот вижу. Вообще, всю картинку Хатикальпы вы спрашиваете, опять же, часто, Игорь, как вы в этих Альпах не блудите? Но сначала, конечно, мой первый полет здесь был. Я летал на аэродроме Пьюмасон. Аэродром Пьюмасон. Сейчас я вам крылом покажу. Вот там, за вот этими холмиками. Сейчас, нет, еще надо дугу доделать. Вот там. Видите, далеко. Вот крыло показывает на горы. Самые дальние горы. Холмы такие не спадающие. И это горы в районе аэродрома Пьюмасон. Я там летал первый раз с инструктором Риджисом. И мы с ним очень красиво летали. Вот первый... Пик-де-Бюр, кстати, я тоже с ним первый раз как-то... Он меня привез сюда и говорит, вот смотри, Пик-де-Бюр. Говорю, ого, какая гора интересная. И облетал я с ним очень за неделю достаточно хорошо. Все Альпы эти. Побывал в разных местах. Но, конечно, для меня это был шок. То есть я ничего не понимал. То есть я по карте смотрел, но совместить карту с реальностью мог с трудом. А потом я полетал немножко сам. И уже сам все... Как бы был... Становился все умнее и умнее. Горы для меня становились все понятнее и понятнее. Долетал я и до вот этого озера Сирпансон. И туда дальше летал вот до долины Бриансон. То есть все это я уже самостоятельно за неделю, там за две недели следующих полетов сделал. И потом самое, наверное, яркое впечатление мое было, когда я приехал на вот этот аэродром Сирпансон и попал на курсы к Клаусу Ольману. И мой первый же полет был, друзья. Чтобы вы понимали, я полетал два или три дня, освоился. И мой инструктор Робин говорит, Игорь, Игорь, а хочешь Клаусу? Я говорю, конечно, хочу. Как же это? А шарик возьмут? А он говорит, а что, возьмут шарика? И вот буквально над этой горой, над Вигзубюром, вот она, вот это все, прямо историю, байку я вам расскажу. Крутится пять планеров на хвосте у Клауса, он тогда группу водил, ну там, три-четыре планера за ним летали. И мой инструктор Робин говорит, Игорь, меняй частоту на такую-то. Видишь, говорит, пять планеров летают. Да, ты их видишь? я с ними летаю. меняй частоту и запроси Клауса. И я меняю частоту, ты там, Клаус это Игорь, он говорит, да, Игорь, все, ты нас видишь, ты у нас на хвосте, говорю, да, вот замыкающим будешь в этой группе. Полетели. И все только там, чпунь, 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 погнали по этому маршруту. Шарик был в части, то бишь я. Очень мне было дико интересно, и все полетели, чтобы вы понимали, куда полетели. Фиг Дебюра набрали, мы здесь тогда три тысячи, метров ниже, чем сейчас, но это была термическая активность, это были просто обычные потоки. И вот все полетели, вот куда мое крыло показывает. Вот туда полетели все, мимо озера Серпансон, вот туда прыгнули, на дугу Больших Альп, ближе к Италии. И дальше прыг, 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 прыг. Надо понимать, что почти все на планере закрылочном, а у меня беззакрылочный ЛС-8. И я потихонечку, потихонечку, ну и понятно, что плохому художнику и ноги мешают, но я проиграл 100 метров где-то, и я на 100 метров ниже, чем все. И потом критическая ситуация, все пролетают склоны, а я пролетаю метров всего лишь 30 над этим склоном. Ну и я так, Клаус, I'm coming to meet this below, он говорит, ой, Игорь, don't worry, be happy, сейчас возьмем поток. И мы взяли поток, и я на радостях спустил этот поток, вот прям цепился в середину, догнал всех, обогнал всех, что делать, кстати, нельзя. Но Клаус увидел, что я нервничаю, и он говорит, а, давай, оставайся выше. И я забрался на всю эту стаю, и дальше сверху, как коршун, потому что, когда группа из пяти крутится, у них радиус заведомо больше, а я, соответственно, там, над ними немножечко выше оставался. И мы куда-то полетели. И мы летим, 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 орбитами, дорогами, неизбитыми. И все дальше, дальше, и у меня навигация стоит, я смотрю по навигатору, что, извините, мы уже от аэродрома, там, 100 километров, 150 километров. Смотрю, проплывает такой огромный склот сбоку, слева. Думаю, что это за хрень? Потом присмотрелся, Монблан. И мы пролетаем мимо Монблана, летим дальше, набираем над каким-то красивым, извилистым озером, прям до кромки облака. И все летят и фотографируют какую-то гору, такую пирамидку. Думаю, видно, что там народ суетится, как-то вокруг этой горы, проходят, какое-то, ну, возбуждение у всех очень мощное. Оказывается, это был Монтерхорн. Мы облетаем этот Монтерхорн, я сделаю, конечно, сделал парочку фоток, и летим дальше. А дальше было интереснее, то есть, я смотрю, что я дома, 270 километров. Ланнер безмоторный, ЛС-8. Погода, конечно, огонь, но начинаются грозы по линии, вот, по линии, как раз сейчас покажу, где. И в эфире такие сообщения, там, гроза там, гроза там, все достаточно тревожно, я все начинаю переживать, думаю, как же мы домой вернемся. То есть, я понятно, что вижу аэродром, на который могу приземлиться, но вот гроза, вот стояла, друзья, вот крыло показывает, вот эту дугу, вот как раз перед горами стоял мощное облако, грозовое, длинное, и озеро Серпансон тоже. И вот в районе озера Серпансон две грозы смыкались, и между ними была дырочка, то есть, просто тоже облака, но не было дождя. И мы набрали, вот там в горах, по максимуму, высоты, что-то там тысячи под 3-200, до самой кромки облака, и поднырнули все под облака, жим! То есть, для меня это было вообще что-то, я на хвосте, я дышать не могу, как мне страстно, я понимаю, что если стаю потеряю, то дальше шарик где-то и приземлится, это будет позор, в первом же полете. Держусь, прям вот сконцентрирован, и мы ныряем все под эти облака, выскакиваем с другой стороны, то есть, почему ныряли, потому что вся энергия была в скорость переведена, в облако же входить нельзя, поэтому поддырнув, вышли на скорость 250, проскочили под, сбросили скорость на 120 и поплыли. Что значит поплыли? Потому что гроза высасывает всю энергию из-под себя, и дальше воздух как стекло, стеклянный, никаких восходящих потоков, просто вот все прям, как ты летишь, как будто вот вклеен в какую-то вот, не знаю, кисель какой-то. и дальше надо было пролететь от озера Сирпансон, достаточно далеко, до нашего аэродрома, на не очень уже большой высоте, и мне калькулятор показывал, что я долетаю так практически в ноль, и примерно то же самое думал и Клаус, и он говорит, Игор, ты садишься с прямой, просто вот как летишь, так и приземляешься, а мы с маневром, мы тебя значит подождем, вот, и шарик вот так как летел, выпустил немножко тормоза, чпук, на аэродром закатился, и дальше дышит глубоко, вся банда приземлилась, меня похвалили, говорят, ты, это, говорит, твой первый полет на хвосте, и вообще, я говорю, да в жизни такого не было со мной, он говорит, ну нормально, и на следующий день, был брифинг, на котором разбирали этот полет, я сидел гордый, как просто вот, не знаю даже кто, и это было оказывается второй раз, за всю историю, когда удалось, клаусу провести всю группу, до Матерхорна, ну вот именно группой прилететь, так-то он, понятно, что сто раз на нем был, но именно группой, второй раз за всю историю, так что я прям горжусь этим событием, и храню его в глубине памяти, а между тем, наше безмонтажное видео, доходит до красивого момента, посмотрите море, опять же, я сейчас попробую открыть форточку, и вытянуть вам, снять, а потом вытянуть, в монтажной программе, полоска вот эта вот, на горизонте, светлая полоска, это и есть море, не знаю, насколько у нас получится его вытянуть, но вполне возможно, какой хороший полет, когда хорошее настроение, друзья, просто хочется про все рассказывать, я надеюсь просто, что вы порадуетесь, вместе со мной, вот этому чуду, снова оказаться в небе, после такого, какого-то знаете, как в зеброй жизни, то есть, вот когда мы в понедельник, все приземлились, Саша, ты меня своим словом заразил, сели, приземлились, я был с одной стороны горд тем, что так удалось удачно посадку выполнить, с отказавшим мотором, а вторая часть, я был все-таки расстроен тем, что, елки-палки, сейчас без планера останусь, как же я буду жить-то, как же я жить буду без полетов, то есть, эта мысль мне не давала покоя, я ехал, рулил вот эти тысячи километров, слушал музыку, ну вот, и когда вот выяснилось, что мне обещают сделать планер, я еще не верил своему счастью, а под кем, когда еще и сделали, я думаю, что некоторое толико здесь есть, еще от того, может быть, даже этого канала, потому что многие люди радуются тому, что я популяризирую кладинный спорт, показываю вот эту красоту, и как это, наши за нас, то есть, все настоящие люди, которые не такие там жесткие бюрократы, там, должно быть так, должно быть сяк, они понимают, что вот она жизнь, вот эта красота, ей надо восторгаться, ей надо наслаждаться, и они мне помогают, я верю в это, то есть, вокруг столько хороших людей, и с помощью этих людей можно сделать так, что планер сделают за чрезвычайно короткое время, несмотря на дикую очередь на регламентную работу для всех, ну, понятно, что это, как это, была там назвать, что ли, нет, ну, может быть, как это, скидка на оптимизм, да, Саша? Саша, скажи что-нибудь, нет клиент уже, да ладно тебе, а, столько планер ремонтировать, нет клиента, ну, нет, ну, не так, друзья, много просто летают достаточно, но и, вот эту всю историю с двигателями, можно считать, битвой с электроникой, потому что, судя по всему, виной причины оказался электронный модуль, который, собственно, брал и убивал двигателя, вот это вот можно так назвать, электроника, киллер моторов, фу, ну что, я, сколько там я уже наговорил, ой, хе-хе-хе, наше безмонтажное видео уже 18 минут, друзья, на этой оптимистичной ноте, я вам что хотел рассказать, про холод, про шорты, рассказал вроде, показать всю красоту, показал, хе-хе-хе, на этой оптимистичной ноте, все, всего вам доброго, до новых встреч, какую-нибудь байку следующую расскажу, о следующем полете, эгегей, мы снова в небе, мы будем продолжать, я, к сожалению, буду чуть-чуть меньше монтировать видео, просто потому что, я сейчас, бюрократических проблем на меня наваливается, я о них, может быть, в следующем выпуске, каком-нибудь расскажу, о, именно нюансах, бюрократии полетов, о, вот таких дурацких нестыковках, о вот этой битве, которая, ну, и, наверное, о людях, которые завидуют, и просто там пишут кляузы, не знаю, доносят, или еще что-нибудь, такие тоже есть, к сожалению, только что я говорил о хороших людях, есть и не очень, ну, и петь с ними, их карма их догонит, вот, ну, поэтому мне предстоит очень много делать, бумажных работ, волокиты, и я, к сожалению, могу монтировать видео не очень, если вдруг, есть люди, которые готовы, чуть-чуть помочь с монтажом, у меня есть материалы все выложенные, было бы классно вообще, вот, я бы рад в команду, у нас сейчас есть люди, Фавел, Николай, кто монтировал видео, но они тоже работают, не всегда могут, и в основном монтаж сейчас делал я, так что, если кто может помочь, you're welcome, присоединяйтесь в команде мечты, будем летать, да, Саша? Ей! Ей! Всего вам доброго, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, до новых позитивных встреч, мы снова в небе! Ей! Ей! Ой, Саша, посмотри, как классно идут оволока! Погнали их пощупаем! А? Погнали? Закрылась! Погнали!